С этими ребятами не пошутишь. Люди сделаны из стали. Силачи из Читы и Красноярска выясняли, кто из них достоин победы. Здесь 5 основных дисциплин. Будут серьезные веса. Небольшой дебют будет у наших спортсменов по сравнению с красноярцами. Веса будут порядка 120-130 кг. Перенос тяжести на скорость, подъем тяжести на количество раз. Программа шоу не заставила скучать. По жребию спортсмены Читы открыли соревнования. Первый этап – прогулка с коромыслом. Каждый участник на скорости должен принести на свои шеи 300 кг. Далее – эстафета, где атлеты поднимали бочку с водой и гирю. Каждый такой предмет весом около 80 кг. То, что делают эти ребята самостоятельно, без подготовки и тренировок, лучше не повторять. За Байкальский край не понаслышке славится своими богатырями. Капитан команды Читы, 32-летний Константин Опушников, помимо спорта, увлекается рыбалкой и дайвингом. Его жизненное кредо лучше сгореть, чем угаснуть. У нас большинство спортсменов, которые сейчас принимают участие, это кандидаты мастера спорта. Но не только зрители поддерживали спортсмена. В стране не осталась и сборная по чарлидингу, приехавшая на студенческую весну из Санкт-Петербурга. На десерт тяга. Полностью укомплектованная пожарная машина весом 24 тонны. 10 метров, ровно столько, каждая команда должна протащить боевую ласточку. Первые попытки оказались неудачными для обеих сборных. Посвящавшись, атлеты решили объединиться. Однако это не помогло сдвинуть с места тяжелую машину. В итоге, после тяжелейших испытаний по набранным очкам, первое место заняли красноярские титаны. Победителям вручили золотой молот кубок. Четинцам пришлось довольствоваться серебром. Жарко очень у вас. Ну и соперники сильные, конечно. Самый тяжелый заряд, который вам сегодня было трудно поднять? Не трудно поднять. И стафета тяжелая с мешками и кегами. На площадке силового экстрима работали корреспонденты ЗАП-ТВ Екатерина Вершинина и Максим Лобачев.